Здравствуйте дорогие друзья! Как ни крути, но самые интересные плюшки iOS 11 предназначались именно для iPad и поэтому я решил сделать отдельный обзор всех самых значимых изменений для планшетов Apple. Я не буду повторяться с тем, что было сказано в обзоре iOS 11 для iPhone и iPod Touch, рекомендую ознакомиться. Ну а мы начинаем, так что ставьте лайк и усаживайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет обязательно пользуйтесь кэшбэком. Проверенный сервис Megabonus имеет самый большой кэшбэк в разделе техники и электроники и возвращает до 40% от стоимости покупки. А также работает более чем в 200 магазинах с абсолютно любыми товарами. Еще у них есть удобное расширение со встроенным механизмом проверки продавцов на Алиэкспресс. Вывести деньги можно любым удобным способом. Перейдя по ссылке в описании вы получите бонус, благодаря которому будет начисляться 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом их кэшбэк не уменьшается. Рекомендую. Начнем с совместимости. Все поддерживаемые устройства на экране. За бортом остались iPad 2, 3, 4 поколения, а также iPad мини первого поколения. Первым кардинально обновленным элементом стал Dock. Избранные программы сместились в левую часть, а справа будут доступны открытые и наиболее часто запускаемые приложения в количестве до 3 штук. В этой же части Dock отображаются приложения запущенные на сопряженных с одним Apple ID устройством через функцию handoff. Разумеется, если вас такое положение дело не устраивает, то опция отключается в основных настройках. В зависимости от размеров и версий iPad на панели Dock можно разместить от 11 до 15 избранных иконок. Правда их размер будет уж очень миниатюрным. Также Dock можно открывать из любого приложения свайпом вверх от нижней части дисплея. А если делать длинный свайп, то вы сразу же попадете в режим многозадачности с пунктом управления. Не знаю с каких пор, но иконки теперь перетаскиваются без необходимости входить в режим удаления приложений. Очень удобная штука. На iPhone тоже хотелось бы такое видеть. Два важных элемента управления. Пункт управления и режим многозадачности объединили в одно окно. Запускать это дело можно как двойным кликом по кнопке домой, так и свайпом вверх от нижней части дисплея. Пункт управления аналогичен таковому в iPhone. Если у вас нет 3D Touch, то просто удерживайте палец на элементах управления для открытия дополнительных меню. А вот реформы с карточками приложений пошли на пользу. Вместо больших и не информативных стопок теперь два ряда активных приложений с прокруткой в горизонтальной плоскости. Такой подход куда более наглядный, чем старое перспективное расположение с нахлестами миниатюр. Закрываются они также свайпом вверх. Круто то, что два одновременно запущенных приложения в режиме Split View остаются на одной карточке и в режиме многозадачности. Такой подход уже давно используется в рабочих столах macOS. Вся многозадачность опять же завязана на панели DOC. При любом запущенном приложении открывается DOC и начинается магия которую мы все так долго ждали. Перетягивая иконку с программы на рабочий стол мы открываем окошко в режиме Slide Over. В верхней части окна будет специальная полоска при помощи которой мы можем переместить приложение на другую сторону экрана. Вернуть обратно или же свернуть окно, а точнее спрятать его в правой невидимой части дисплея. Оттуда окошко достается как и на десятке, свайпом от рамки влево. А еще при помощи полоски можно переходить в режим разделения экрана Split View. Просто потяните за нее вниз и будет вам счастье. Дальше классика. Изменение соотношений сторон осталось прежним. Переход из режима Split View в Slide Over аналогичный. Тянем за полоску вниз. Конечно перейти в режим Split View можно и сразу без промежуточных действий. Просто тяните приложение SDK на правую или левую часть дисплея. Возможность перетаскивания контента между окнами в любом из режимов многозадачности однозначно понравится многим. Изображения, ссылки, текст легко перетаскиваются. К примеру, из браузера Safari в заметке. Клавиатура QuickType порадовала новой фичей. Для ввода цифр и специальных символов больше нет необходимости переключаться на другой вид. Просто потяните заинтересующую клавишу вниз и цифра или символ пропишется. Такой подход не только ускоряет набор текста, но и позволяет не увеличивать клавиатуру, отягощая ее еще одной надстройкой с цифрами как в Android. Жалко, что в iPhone такой возможности нет. Заметки как и в iPhone поддерживают возможность сканирования и выбеливания документов. Просьба не путать с функцией распознавания текста. И ее к сожалению нет. Технологии дополненной реальности не пройдут мимо iPad. Даже скажу больше. На iPad это будет выглядеть куда симпатичнее чем на относительно компактном дисплее iPhone и iPod Touch. Так что будущее уже рядом. Осталось дождаться выхода соответствующих приложений в App Store. Я к сожалению не смог сделать синтетические тесты на iOS 10, но результатов Geekbench и Antutu на iOS 11 на экране. Тесты производились на iPad 9,7 дюймов 2017 года. Да-да, это тот который недавно вышел. Практические тесты на втором Air показали, что единственный параметр по которому iOS 11 уступает 10.3.3 так это скорость запуска устройства. В остальном десятка если и опережает преемника, то на доли секунд. И это радует. Первый Air работает уже более задумчиво, но этим можно пожертвовать ради новых функций, которые действительно улучшают юзабилити. По времени автономной работы сложно судить. Это вам не iPhone. Тут все разряжается медленнее. Свои впечатления расскажите в комментариях. Обновление получилось действительно здоровское и всем актуальным устройствам апгрейдится обязательно. Конечно, iPad все так же не заменит вам компьютер, но юзабилити с выходом iOS 11 улучшилась в разы. Apple в плане планшетов работает в правильном направлении. Жаль что некоторые фичи не реализованы на iPhone и iPod Touch. Хотя можно было. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Увидимся в следующих видео. И колокольчик. Колокольчик поставить не забудьте.